Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня Троицкая родительская суббота. В этот день за богослужением читается особое евангельское чтение от Иоанна, глава 6 и стихи с 35 по 39, а также дневное Евангелие того же Евангелиста, глава 21, стихи с 15 по 25. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Он явися Иисус учеником Своим, остав от мертвых и глагола Симону Петру. Симоне Ионин любишь лимя паче сих, глагола Ему ей Господи, ты веси, яка люблю тебя, глагола Ему паси, агнцы моя, глагола Ему паки второе, Симоне Ионин любишь лимя, глагола Ему ей Господи, ты веси, яка люблю тебя, глагола Ему паси, овцы моя, глагола Ему третье, Симони Ионин любишь лимя, о скорбеже Петра, як рече ему третье любишь лимя, и глаголы ему, Господи, ты вся весе, ты весе, як люблю тебя, глаголы ему, Иисус, спаси овцы моя. Аминь, аминь, глаголю тебе, егда бей юн, поясашеся сам и хаждаше, ама же хотяше, егда же состарейшеся, и воздержаше руцы твои, и интия пояшет, и веде там уже не хощеши. Сие же рече на знамену, якою смертью прославит Бога, и сия рек глаголы ему, иди по мне. Ображся же, Петер, в виде ученика его же любляши, Иисус во след идуща, иже и возлеже на вечере на персе его и рече, Господи, кто есть предаяйте. Сего видев Петер, глаголы Иисусове, Господи, сей же что? Глаголы ему, Иисус, аще хащу, да то и прибывает, донди же придут, что к тебе, ты по мне гряди. И зыди же слово себе братью, яко ученик той не умрет, и не речи ему, Иисус, яко не умрет. Но аще хащу тому пребывать, и донди же придут, что к тебе. Сей есть ученик свидетельствуя о сих, иже и написаси я и вем, яко истинное свидетельство его. Суть же и и намного, я же сотвори Иисус, я же аще по единому писано бывают, ни самому мню всему миру, вместите пишенных книг. Аминь. Предлагаю прочитать этот текст в русском переводе. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, спаси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, спаси агнцев моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, спаси агнцев моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав себе, говорит ему, иди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Его, увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? И Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о всем, и написал сие, и знаем, что истина свидетельства его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о беседе воскресшего Спасителя с апостолом Петром на берегу Галилейского моря. Во время трапезы, приготовленной для своих учеников Спасителем, он обращается к Петру с вопросом о том, любит ли он его больше, чем другие. Конечно, этим вопросом Спаситель хотел испытать любовь своего верного ученика, который на словах был готов пойти за ним, но в момент суда над Христом трижды отрекся от него. Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Весьма характерно, что в первый раз Господь спрашивает Петра, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они, как бы намекая на то, что Петр обещал Господу большую верность и преданность, чем другие ученики. Характерно и то, что он называет Петра его прежним именем, Симон, а не Петром, ибо, отрекшись, обнаруживши неустойчивость, отсутствие твердости духа, он тем самым перестал быть Петром, то есть камнем». Ответ Петра показывает, насколько он смирился, но уже не говорит о своей беззаветной преданности Христу, а только дает утвердительный ответ на вопрос Христа, ссылаясь на его всеведение. «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Более того, по своему смирению Петр вместо глагола «агапан» «любить», произнесенного Господом, и подразумевающего любовь жертвенную и снисходящую к ближнему, употребляет другой глагол «филин», подразумевающий дружеское, сердечное расположение. Таким образом, Петр уже не настаивает на том, что его любовь ко Христу является жертвенной, как он утверждал ранее. Ведь в момент суда над Спасителем, когда, казалось бы, эта жертвенная любовь должна была обнаружить себя, он проявил малодушие. Господь дважды обращается к Петру с вопросом о любви жертвенной, но в ответ слышит слова, выражающие чувства дружеской любви. Поэтому третий вопрос Спаситель задает иначе, используя глагол «филис», то есть, как бы говоря, «действительно ли ты друг мне, Симон?» Петра же опечалило как раз то, что он не сразу понял суть вопроса и, следовательно, не выразил готовности проявить жертвенную любовь по отношению к своему Учителю и каждому верующему человеку. Блаженный Феофилакт поясняет, трижды спрашивает его для того, чтобы показать, что он столько заботится о верующих и столько любит своих овец, что попечение об овцах его служит признаком любви к нему самому. Первый вопрос, который Господь задает по Своем воскресении каждому из нас, дорогие братья и сестры, касается самого Господа. «Любишь ли меня?» И это действительно важно, потому что отношения со Христом и жизнь каждого из нас зависят только от ответа на этот вопрос. Ведь любовь всегда связана с ответственностью и жертвенностью. И, следовательно, мы по-настоящему любим Христа, если готовы отсечь все греховное, все то, что не соответствует Евангелию, взять свой крест и, исполняя волю Божию, последовать за Христом. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...